У нас стали достаточно аскетичные обеды и ужины. Салат совершенно обычный. И рис из нашей новой рисоварки. Не знаю, вроде так более рассыптись, чем мы готовим. Ну и в общем, наша деревянная посуда, от которой я лично балдею. Так, у нас 13 февраля, пятница, 11-15 утра. Мы уже погуляли, кое-что убрали, пришли домой. Секунду. Итак, что я купила? Я сегодня буду делать такой, ну, короче, я расскажу. Купила органические брокколи. Но это вообще к теме не относится. Я купила, короче говоря, я хочу сделать клубнички. Знаете, такие, как делает Гудаева, окунутые в шоколад. Значит, что я взяла? Я взяла две пачки клубники, потому что сегодня мы едем в гости к нашим друзьям на новоселье. Вот. И мы привезем с собой шампанское. Ну, хотим, мы всегда будем привезти с собой шампанское, помимо подарка. И еще клубники. Ну, я думаю, взять клубники, поэтому взяла, ну, как бы то, что я сделаю, взять часть. Мне кажется, что двух тут перебор только на 14 февраля. Дальше нам понадобится для всего этого дела. Ну, я купила вот такие вот маленькие, вот такие штучки в них класть клубнички, собственно, чтобы было посимпатичнее. Дальше нам понадобится кокосовое масло наше закончилось. Я взяла вот новое органическое. Ну, что он меня не фокусирует? Вот. Я не думаю, что это самое лучшее масло, ну, какое есть, беру его. Потому что его я буду растапливать с шоколадом. Я взяла три разного цвета шоколада. Я взяла в основном, значит, самый непосредственно горький шоколад. Вы знаете, какие-то, как чипсики большие. Они их называют как-то вафлес, что ли, как-то так. Я взяла белый и розовый. Ну, как бы 11-го Валентина пусть будет. Вот. Я вам не буду выкладывать рецепты, как я это делаю, что как. Мне вот, честно говоря, этого полно в интернете. Погуглите, найдете, напишите. Напишите либо на русском, либо на английском. Не знаю, строберис, диптон, чоколад, как-то так. И, короче говоря, не надо вот это самое. Да, кстати, вы иногда меня просите какие-то рецепты вам раскрыть более детально. Там, снять видео, либо что-то такое. Если я этого не сделала, то есть, как бы, рецепт, который я делаю в видео, если я вам рассказываю о том, как я это сделала, это все. И мне добавить нечего. Либо я кладу всего на глаз, и как бы, что тут? Ну, я не знаю, тут реально от вас зависит. Либо, не знаю, допустим, тосканский суп. Откройте гугл и посмотрите, тосканский суп, как его делать. Все. То есть, как бы, такие вопросы, которые вы можете решить сами. Не надо мне их задавать. И потому что я злая. Просто потому что, ну, не знаю. Откройте гугл. То же самое. Этого полно в интернете. Я точно так же, как вы, открыла гугл. Посмотрела, как это делать. Делайте элементарно. Топится шоколад. Добавляется, ну, можно не добавлять, но я буду добавлять кокосовое масло. И все. И окунается туда, и высыхается в холодильнике. Либо так, просто, по-моему, в холодильнике. Все, делать нечего. Поэтому не надо задать мне вопросов лишних. Вот. Откройте гугл. Посмотреть все от этого выигрыши. Все, собственно. Потом покажу конечный результат. Ну, а вот что получилось. Девчонки, хотела с вами поделиться, что с того момента, как мы купили вот эту рисоварку, я делаю только рис. Это так удобно. Она, конечно, маленькая. На самом деле, можно было брать больше. Ну, потому что мы его едим в достаточно больших количествах. И у меня Боря очень любит рис. Но я в восторге. И, в общем, она очень простая в управлении. Рис получается действительно, вот знаете, такой вот очень вкусный. Просто, короче, советую. 20 долларов, короче, вообще все удовольствие. И также в ней можно даже на пару немножко делать какие-то овощи. Ну, как видите, маленькая емкость такая. Ну, вот я хочу сейчас такие вот, которые у меня остались мелкие. Брокколи, потом, когда здесь немножечко вода сейчас выкипит, у меня слишком много там воды для того, чтобы ее установить, сделать овощи. И также я еще делаю здесь, в моей пароварке, тоже брокколи на пару. Будет у нас такой ужин. Рис, брокколи на пару и салатик. Вот. Такой будет этот. Вот. Да. Ужин. Девочки, я решила вам в этом влоге рассказать вот об этой сыворотке Кора. Потому что я не буду теперь накапливать вот эти пустые баночки. По моему новому убеждению жизни это все вообще нефиг ничего копить. Поэтому расскажу вам сейчас тут. Значит, закончилась у меня вот такая вот крем-сыворотка для интенсивного увлажнения кожи от Кора. Ну, во-первых, мне ее хватило. Давайте я вам скажу на сколько. Ну, вот на три с половиной месяца каждодневного использования. А где-то по одному, значит, здесь у нас что, здесь такая помпа. По одному нажатию режет два помпы за один раз использование. Что хочу сказать. Мне она очень понравилась. Если бы я сейчас была бы в Москве, я бы себе купила бы еще одну такую. Но так как здесь у меня нет возможности покупать косметику Кора, то я буду искать, наверное, либо среди сейчас Андалу Нейчурлс, может быть, сегодня... А, сегодня все закрыто. Либо, может быть, там, среди вот Сукин я себе купила у них увлажняющий крем, который мне очень нравится. Кажется, я вам его показывала в каких-то покупках или во влоге, не помню. То буду смотреть среди них. Но вот эта мне понравилась, честно говоря, за все время. То есть, считайте, всю зиму практически я ей пропользовалась. Моя кожа ни разу не чувствовала себя какой-то недоувлажненной или что-то такое. Мне кажется, это благодаря ей. Потому что какие-то крема я меняла. А вот эта вот штучка мне помогала. Сыворотка мне, короче говоря, она очень понравилась. Честно говоря, советую вам попробовать. Мне кажется, она недорогая. Стоила, может быть, рублей 400. Может быть, 320-350. Не помню. Ну, короче говоря, очень бюджетно. И рекомендую вам попробовать. И если попробую, расскажите, понравилась вам или нет. И она подходит, как видите, для дневного вечернего ухода. И вот такие вот у нее такой состав. Посмотрите. Тут. Ну, что ж такое-то? Давай. Фокусируем. Вот. Видите, какие-то кислоты здесь всякие полезные. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, хорошая вещь. Вот. И, в общем, мне очень понравилась. Рекомендую. Так. У нас в семье снова пополнение. Нет, мы не ждем очередного ребенка. Мы купили вафельницу. И сейчас будем ее пробовать. Мы купили вафельницу. Вот такую. Ну, тоже с разрядом дешевые сердиты. Попробовать. Фирма Остер. И сейчас будем делать вот такой вот рецепт. Веганских вафель. Вот тут все просто. Рецепт мы оставлю под видео. Так уж и быть. Вот. Сейчас будем есть. Пробовать. Все. Идем. Наши супер-тюльпаны. Так. Ну, ладно. Сейчас у нас тут будет... Может, надо, чтобы он более жидкий? Сейчас ты меня очень сильно напрягаешь с таким вопросом. Я не знаю, Федь. Ну, давай так попробуем. Че? Открывай. Я не знаю. Короче, будем пробовать. Короче, я просто лью и все. Правильно? Ну, как-нибудь, да. Лей. Да, уж как-нибудь лей вообще. Посмотрим. Какая-то... Какая-то... Какие-то... Ну, лей вот сюда вот, да. Куда-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лист поправь вот тут. Так вот распределим. У нас свой. А если что-то система, там написано, как это делать. Ну, мы же русские люди. Мы делаем по-своему. У нас тогда там бананы и блубери мы добавили. Много не добавляй, а не надо. Вытечет. Так, ну и что? Сейчас закажем. Может быть, мы много добавим? Ну, сейчас его потечет нафиг. Может быть, с любым значимым. Ой, что, попробуем. Так. Откроем? Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И теперь... Ну, хорошо, Федь, ты профессионал. Мус-профессионал вафель. Вафельный профессионал. Киллер вафель, пупсик ты. Ну, а мы тут будем ждать. У нас там что-то потекло. Что, вытекает? Нет? Пахнет. Что, пахнет вафельной? По-моему, пахнет нашей мукой. В общем, будем ждать. Вообще, да, чем-то уже запахло. Смотрите, у нас растет вафля. Ну, фокусируй, давай, 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 давай. Видите? Что ж такое? Фокусируй. Растет и поднимается. К вафлям у нас былыбори бананчики, сахарная пудра, мейпл-сироп. Слушайте, мне сейчас здесь вот, она будет по скайпу. Вы не брать? Собственно, непосредственно сама вафля. Сейчас мы будем ее пробовать. Иди, 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 иди. О, как пахнет. Кажется, у Глебки режутся зубки, он у нас уснул на папочке. И папка спит. Папка, ты спишь? Мы с Борисиком решили перекусить. У нас очередная порция риса с соевым соусом. Тут у нас огурчики с авокадо. Ну и стакан колички с лимоном. Вкусно у тебя? Ты помешал? Да. Вот. Да, у нас вот тут новинки. Мы еще купили такие ложки деревянные. Ну, это как бы чайные ложечки. Но я, наверное, для супа тоже прикуплю. Вот. И еще кое-что заказали. Позже во влоге вам покажу. Ну, может быть, не в этом, может быть, в другом. Но, в общем, потом расскажу. Так, сейчас будем кушать. Пока Глеб спит. Вот я и сама решила, упс, решила показать в своем влоге. Подумала, что почему бы нет. Сейчас у нас будет Глебка кушать. Да, Глебушка? Что-то уже ешь. Что-то ешь остатки вчерашней еды. Борюся тут что-то вытворяет. У нас вот распустились шикарные тюльпаны. Вот так вот, не знаю, как у нас фокусировать. Ну, фокусируй. Вот. Прям нравится мне. Живые цветы дома. Вот, в общем, я сейчас быстренько сделаю эти тут Глебки. А, да. А потом буду использовать мою деревянную ложечку. Я допустила такой промах. Я купила... Ну, я в каком-то влоге вам показывала, что я купила деревянную посуду. А, ну, я купила всего две такие ложки. Типа вот как вот. Ну, две тарелки. Порцион. Надо было купить четыре. У нас все-таки четыре человека в квартире. В семье. Вот. Но вот эти ложечки мне очень нравятся. Надо еще заказать больших тейблс. Которые. Что-то как-то... Я думаю, знаете, я думаю больше снимать видео на тему... Ну, на какие-то, знаете, такие же вытрепещущие темы. Допустим, что такое миграция, как она вас меняет и так далее. Что там. Какие-то, короче, свои рассуждения на всякие разные темы. Я знаю, что вам нравятся мои рассуждения всякие разные. Что-то такое интересное. Я поменяла звуки на своем айфоне, и теперь не знаю, какой звук у меня что значит. СМС-ка это была. Да. А, ну эту я знаю. Это была СМС-ка. Вот. Сейчас допишу ответ. Короче говоря, в общем, я вот так вот думаю. Как вам скажите? Будет вам интересно послушать такие видео? Я помню, что я вам обещала видео про коляску. Видео про то, как все успевать. Я все это помню. У меня их еще нет. Я эти видео еще не сняла. Но я про них помню. Просто это видео, которое требует от меня больше, скажем так, времени и энергозатраты, чем видео, знаете, так просто. Там, ой, я купила всякую фигню. Давайте, посмотрите. Поэтому пока что я вам их не показываю, эти видео. Потому что, ну, ничего не сняла. Но вот прям вот хочу-хочу. Может быть, сегодня снять? Вообще, сегодня у меня по плану было снять два видео для вас. Впрок. Потому что скоро к нам приедут бабушка. И мне, короче, будет вообще не до видео. А может быть, наоборот, кстати. Посмотрим. Вот. В общем, такие вот дела. Что-то какую-то фигню вам несу, если честно. Но на самом деле, у меня вообще сейчас такой период идет. В конце зимы у меня вечно, знаете, периоды обдумывания жизни. Как-то чих-чих-чих твоих целей на будущее и так далее. Как правильно организовать свое время, свой день, чтобы все успевать и так далее. Потому что все, что я скинула тогда, у меня была диета. Я занималась по шунти. Кстати, от шунти я вообще нифига не худела. Короче, это, видимо, не мой чувак. Хотя сам к себе он мне очень нравится. Вот. И я, короче говоря, не знаю. Сейчас я вся такая погружена в такие какие-то свои размышления. И поэтому, честно говоря, даже не очень хочется чем-то таким заниматься еще. Короче, я пребываю в каком-то анабиозном вообще состоянии. Вот. Дайте я вас, куда вас поставить, даже не знаю. Сюда же вас поставить. Короче, вот так вот. Дайте сюда пойдем. Вот. Сейчас, да, сейчас, да. Вот. И поэтому что-то как-то, в общем, не идут у меня пока все те видео, которые я вам обещала. Вот. Влоги. Насчет влогов, честно говоря, я тоже думаю о том. Может быть... Ну, не то, чтобы снимать их каждый день, как я снимала. Мне кажется, тем не менее, когда я снимала раньше каждый раз, каждый день, я как-то, знаете, ну, находила, что вам поснимать. А когда я их снимаю, как бы, редко, я вообще, по-моему, у меня в влоге всякая фигня, если честно. Что-то вообще какую-то фигню показывает. Я одну еду, по-моему. Вот. В общем, не знаю, напишите мне, что вы думаете по этому поводу. А я пока пребываю в какой-то реально... Вот, мое состояние можно обозначить, как зимняя спячка. Я реально пребываю в какой-то спячке. Вот. Борь, ну вот что ты делаешь? Я тебя просила порисовать, а не точить все карандаши. Вот, показываю ему эту бутылочку для Глеба. А, показывала, да. В общем, такие вот дела, такие вот новости. Вот, а Борюсь, у нас тут точек карандашки. Решила сделать лапшу. Здесь у меня соус. Я вам оставлю рецепт, я ничего под видео. Здесь у меня капуста, брокколи, горошек. Здесь у меня лук, морковка. И вот она лапша, которую я уже слила. Буду делать азиатскую лапшу. Посмотрим, что получится. Ну, и вот так вот выглядит наш обед с Борей. Вкусно. Борюсик там. Ну, с водичкой. Как-то так. Вкусняшка. Оказалось, очень вкусно. Мы с Борей наворачиваем уже по второй тарелочке. Глебушка даже с нами тут кушает. Он детей не хочет фокусировать. Да, кушает. Мы ему даем просто макарошки. Вот. Вкусно, Борюсь? Вот, а я, короче, тут это. Пишу идеи видео и, как бы, что говорить. Вот тут я хоть что-то набросала. Сейчас буду. Блин, Боря мне исчеркал. Здесь мой блокнотик. Сейчас буду тут парочку видео. Ну, давайте я вам расскажу немножко о том, что я планирую снять. Моя коллекция шарфов. Про стоки. Если бы я написал еще раз. Хотя, где-то вот тут у меня все написано, что я должен сказать. А, советы при переезде. Я хотела такие типы сделать. Иммиграция, выводы и изменения в себе. О дружбе. Меня просили сделать видео, я сделаю. Также хотела порассуждать на часто встречающейся на форумах фразу «Смысл жизни – это ребенок». Там, я не знаю, что такое, выйти замуж и так далее. Вот, хотела развеять эту глупость. Ну, на мой вкус, эта фраза – полная глупость. Про воспитание мальчиков я хотела сделать видео. О том, как я это... Мои... Скоро говоря, как я это делаю. Как все успеть. Про воспитание мальчиков у меня вообще уже готово целое, не знаю, эссе. Вот оно, на эту тему, по-моему, где-то здесь. О, по-моему, нет. Да. Вон тут сколько всего, так что, в общем, будем сейчас думать дальше. Ты еще хочешь? Еще хочешь, Глебушек? Скажи, дай! Скажи, дай! Парюс, ты покушал?